Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Доктор Дебезис, и как вы наверняка догадались, это очередная часть рубрики Мультиверс, где я решил закрыть гельштальт с персонажами, которые появились вне от пути домой. Хотя, если честно, изначально я хотел сделать небольшой перерыв в виде мультиверса по миротворцу, но о том оказалось слишком мало информации в виде альтернативных версий. Но давайте не будем затягивать, и поскорее начнём. И, пожалуй, мы начнём из самой скучной версии, которой, как по мне, является Ultimate Ящер, который практически не отличается от своего оригинала, за исключением некоторых проблем с алкоголем, а также того, что он создал симбиота Карнежа. Также весьма скучной вариацией, я думаю, можно посчитать ту, которая проявилась в комиксе Обновите Клятвы, где нам представили новую вариацию Мэйдэй Паркер. И здесь более интересен сын Коннорса, который здесь также ящер, но более похожий на игуану, а также пытающийся вернуть свою человечность и имеющий некоторые её задатки, в отличие от своего отца. Хотя для Билли Коннорса это не впервые становиться ящером, так как он становился им ещё на одной земле, где ему сыворотку пришлось вкалывать в экстренном случае из-за того, что у того быстро развивался рак. Но из-за выведения он получил полный аспект сил отца, но никаких проблем с психикой. Ну, на этом, пожалуй, всё с ним. Но раз уж мы упомянули ящеров, которые не Курт Коннорс, то, я думаю, стоит упомянуть Питера Паркера из земли Гвенпаук, которого сильно унижали, и увидевши, как та самая Гвенпаук пестрит в лучах славы, он решил, что может стать таким с помощью своего учёного гения. И, как вы поняли, всё пошло по одному месту, а в битве с Гвен Паркер погиб. Хотя, как я знаю в дальнейшем, возвращался и его в клоун, выросший то ли из хвоста, то ли из куска руки, а сам Курт Коннорс продолжал исследования, и появлялись новые ящеры. Ящерица бык, или, как минимум, так у меня переводится этот персонаж. Хоть его и по большей мере можно отнести к версиям Доктора Осьминога, но я решил его всё же внести в данный ролик. Он работает на благо человечества и имеет все способности как ящера, так и щупальца Отто, но ранее его подчиняли из-за промытия мозгов, но Кэп и Чёрная Вдола его от этого спасли, после чего он и стал работать на благо. Но давайте уже вернёмся к Курту Коннорсу и его альтернативным версиям. К примеру, у Курта некоторое время существовал клон, который всё время был ящером, пока Курт оставался обычным человеком. Ему противостоял в то время Бен Райли, который в то же время был Человеком-пауком. Хотя затем узнавалось, что это был не совсем клон ящера, а скорее его прошлый эксперимент над отпущенной ящерицей. Для интереса я поискал версию ящера из Земли свинопаука, но ничего кроме одного изображения, где был ящерообразный муравьед, я не нашёл. И скорее всего изображение является фейком. А мы, пожалуй, перейдём к версии ящера из Земли 1602. И как вы наверняка догадываетесь, на этой Земле у Курта Коннорса не было технологических возможностей создать сыворотку ящера обычными методами. Так что ему пришлось отправиться в затерянный мир, где он вместе с Питером Паркером нашёл яйца динозавров, с которых в дальнейшем он и вывел свою сыворотку. И ввёл себе, что призвело к тому, что он опять же стал ящером, но уже более похожим на динозавра, а точнее на велоцираптора. И с всеми прилегающими способностями в виде скорости в 40 миль в час, а также сверхпрочной кожи. Но, как и всегда, он потерял свой интеллект, ставший ручной зверушкой местного меченого. Также из ящеров, которые жили много веков назад, можно отметить ту версию, которая появилась в мультсериале «Великий Человек-паук», которая была заражена вампиризмом. И хоть нам не говорится, каким образом именно она была заражена, но в итоге этого Коннорс превратился в царя всех вампиров, которому единственное, что мешало захватить мир, это солнце. Но и тут находились некоторые артефакты, которые с этим могли бы помочь героям. А уже среди королей ящериц есть два интересных претендента. К примеру, ящер из мира Старика Логана, который и называется Королём Ящером. После пробеды злодеев над героями, ящеру отдали в штат Флорида, где он и стал королём, который намного умнее своей оригинальной версии. Как минимум в образе ящериц, и он был одним из немногих злодеев, которые смогли удержать власть в своих лапах достаточно долго. В отличие от Кингпина, Магнета и Красного Черепа, будучи местным царём, он использовал свою ящериную сыворотку, с помощью которой он лечил своих людей, чтобы те становились сильнее, ловче, а также более верны ему. Тем самым образовал некое подобие культа ящера. Но иногда всё же он может съесть некоторых неугодивших ему последователей и врагов. Появился он в серии комиксов «Серая вдова», если я ничего не путаю. Также во вселенной Амальгам комикс существует персонаж Король Ящериц, и он является смесью ящера и Короля Акул. И хоть здешний Курт Коннорс и экспериментировал над генами ящерицы для создания регенеративной сыворотки, но она не предназначалась для Коннорса в принципе, так как у того на тот момент были руки. В дальнейшем же, во время нападения на организацию Кадмус, в которой он работал, он лишился руки. А один из его коллег, используя руку Коннорса и его наработки, создал Короля Ящериц, который является диким зверем с полным набором способностей ящерицы, которому противостоит спайдер-бой-гибрид супер-боя, с которым впервые сразился Король Акул, и Человека-паука. Манга Ящер появился в такой старенькой манге по Человеку-пауку 70-х годов, где это не доктор Курт Коннорс, а профессор Инумару, которые вместе со своим коллегой попали в шторм, и они были сильно изранены, но их выкинуло на берег, где их нашли местные жители, которые напоили тех виной настойкой, которая уже веками лечит их народ. И так как эта сыворотка за несколько дней смогла понять серьезно израненного Инумару с постели, то он с коллегой решают, что эта сыворотка может изменить мир. Но коллега не хочет делиться славой и сталкивает Инумару со скалы, после чего думает, что тот мертв и возвращается в цивилизацию, но Инумару выживает и, как вы понимаете, превращается в ящера. Когда он возвращается, ящер берет Гору и убивает его жену, после чего, желая отомстить, он крадет ребенка своего коллеги. На земле же МС-2 поначалу ящер был таким же, как и в оригинальной вселенной, но однажды он смог найти вещество, которое вернуло тому человеческий разум, после чего тот попытался использовать свой разум для создания сыворотки, которая бы обратила всех бы людей через воду вот таких же рептилий, а самих же рептилий подчинила себе. Но в дальнейшем его смогли переубедить, а из разума изгнать ящерицу. Нуар новейшей версии доктора Коннорса на данный момент ящером не является, и станет ли тоже неизвестно. Следующая, о ком бы я хотел поговорить, не совсем альтернативная версия, но она также частично является творением Коннорса. Ее зовут Камото, она была аспиранткой доктора Коннорса и украла его сыворотку, переделал под свое ДНК. В дальнейшем Коннорс направил ее в инициативу в 50 штатах, где ее обучали в лагере Хамонт. Ее там, конечно, во время тренировки решили руки из-за вырвавшихся способностей одного из студентов. Но рука тут же шадросла, так как у нее пробудились те самые способности. И последняя версия ящера, которая будет в данном ролике, это земля ящериц, на которой сыворотка доктора Коннорса обратилась в целый вирус, который быстро заразил всех, кто жил на этой земле. А на этом у нас, пожалуй, все. Спасибо, что досмотрели до конца. Пожалуйста, поставьте свои королевские лайки и оформите не менее королевскую подписку. А с вами был доктор Немезис и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok